За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радуга Повенчает берега Над тобой светлою судьбой Нежной, как любовь Стану радугой Жень Женечка Просни Что вы такие? Что вы делаете? Что вы делаете? Где моя дочь? Женечка Просни Что вы делаете? Женечка Пожалуйста, очни Слышишь? Пожалуйста, Женя Что вы делаете? Женя Женя Женечка, пожалуйста, очни Жень, ты слышишь меня, пожалуйста Женя 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 Женечка Женя Женечка 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 Жень, помогите! Помогите! Женя, Женечка, и Женя! Женечка, и Женя! Женечка, и Женя! Женечка, и Женя! Мила, просыпайся! Бабушка, я еще хочу спать! Ты не видела маму? Как же я могла ее видеть? Я же сплю! А вчера вечером? Как? Если ты меня уложила в девять часов? Ой, где она может быть, а? Я думаю, она рано утром куда-нибудь ушла. Думаешь? Да. Ты как? Я в порядке. А ты? Голова сильно болит. Кто это был? Ты знаешь их? Не знаю. Я уверен, что это люди Кумачёва. Зачем ему это? Ты помнишь, из-за чего мой отец жизнь самоубийством покончил? Секретный фонд твоего отца? Так вот этот фонд Кумачёва. А мой отец так для прикрытия был. Почему он тогда молчал? Почему он все не рассказал? Чтобы спасти меня и маму. Я тогда поклялся, что Кумачёва отомщу. И докажу, что мой отец ни в чем не виноват. Видимо, он догадываться стал. А я думаю, тебя чуть не убили в прошлый раз. Я за ним следил. А теперь и тебя в это дело втяну. То, кого втянул, это ещё вопрос. Перед тем, как у него случился приступ, я… Я спросила у него, почему он убил моего мужа. Что? Я не смогла сдержаться. Привет. Ты уже не спишь? Послушай, я вчера выпил лишнего и, в общем, погорячился. Ну, ты ведь понять тоже меня можешь. Я человек, ведь могу ошибиться. Ты не человек. Ты животное. Не прикасайся ко мне. Никогда больше ко мне не прикасайся. Помнишь, как мы мечтали, что жить будем вместе? Я на работу буду ходить. А я буду завтраки тебе готовить и… И повязывать галстук. А потом я денег заработаю, и мы на море вместе уедем на машине. Одна мечта исполнилась мы. На машине вместе покатались. Почему всё так сложно? Жень! Жень! Женя! Помогите кто-нибудь! Помогите! А где твой верный помощник, сестричка? Он был с друзьями на какой-то вечеринке. Ну, вы что? Похоже, верный. Пёсик Камилы сбежал с другими кобельками, да? Ну, ничего. Может, найдёт себе баллонку хоть посимпатичнее. Спасибо. Ну, знаешь что? Зато у тебя появился новый верный пёсик, да? Он даже может подать салфетку. Доброе утро. Доброе. Тамара. Да? Где новая горничная? Что? Новая горничная Инна, она где? Она не вышла сегодня на работу. Я звонила ей, но она не берёт трубку. Доброе утро. Вы очнулись? Как вы себя чувствуете? Женя. Мужчина, с которым я была. Тихо-тихо-тихо. Не волнуйтесь. У вас ничего не болит? Где Женя? Где он? Где Женя? Он жив? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты в офис. Давай, я подвезу тебя. Послушай, я признаю, я был неправ. Прости меня. Что с ним случилось? Женя. Что с ним случилось? Я сейчас приеду. Что ты с ним сделала, мерзавка? Это не я. Нас похитили. Нас похитили? Почему вы вообще были вместе? Мы случайно встретились в парке, а потом на нас напали какие-то люди. Хватит врать! Так, успокойтесь. Я во всем разберусь. Побудьте Жене. Мы же с тобой друзья, верно? Мама, тогда мне расскажи, как все было на самом деле. Все было так, как я тебе только что рассказала. Почти. На самом деле, это Мила позвонила мне и Жене и сказала, чтобы мы пришли в парк. Мила? Зачем? Мы недавно гуляли в парке втроем, и ей понравилось. Вы втроем? В парке-то случайно получилось. Случайно. А может быть, ты его домой затащила тоже случайно? И может быть, вы спали в одной кровати тоже случайно? Как он оказался у тебя дома? Я шла с работы вечером, увидела его, и ему было плохо. Что значит плохо? Очень плохо. Ну, раз ему было очень плохо, почему ты потащила его к себе домой, а не в больницу? Камила, я не могу тебе сказать большего. Что? Поговори с Женей сама. Это не моя тайна. Ну, раз это не твоя тайна, тогда мы с тобой больше не подруги. И отныне я тебе больше ничем не обязана. Господи, так влюбиться, что наплевать и на мать, и на ребенка, а? Я не понял. Там гора немытой посуды, что вы здесь делаете? О дочери беспокойтесь. А у нас в своей грязной посуде. Может, с ней что-то случилось? Надо в полицию звонить. Подождите, вы можете объяснить по порядку, в чем дело? Она вчера вечером не пришла домой, и мне до сих пор не отзвонилась. Не надо никакой полиции. Я, кажется, знаю, где она. Она с этим богатеньким уродом. Каким это богатеньким уродом? Это правда, что тебя похитили? Я не помню. Нам позвонили. Кто-то привез тебя в больницу, а потом исчез. Они сказали, что твоя машина упала с моста. Куда ты ехал? Я ничего не помню. Где она сейчас? Пока не знаю. Ночью дома не появлялась. Возможно, она стала не нужна, и ее решили убрать. Я хочу знать, что с ней случилось. Я все узнаю. Женя, я хочу развестись. Зачем? Я больше не могу жить с этим животным. Сейчас не самое лучшее время. Женя, я хочу быть с тем, кого люблю. Я хочу быть с тобой. Мы все можем потерять. Может быть, даже собственную жизнь. Небольшая цена для того, чтобы быть вместе. Или ты так не считаешь? А может, ты только говоришь о любви? Где ты был вчера? Где ты был, когда мне было плохо? Женя, ты хоть немножко меня любишь. Господи, возьми трубку. Возьми трубку. О, я не знаю, что я с тобой сделала. Ты что, спятила? Я целый день на валерьянке. Где ты была? Ты что, ты плохо выглядишь? Ты что, пила? Где Мила? Спит твоя Мила, пока ее мать шляется с мужиками. С кем ты была? И с кем. Ладно, врать. Мне Босяков все рассказал. Давай. Нашла тебе богатого мужика? Мама, я тебя очень прошу. Я плохо себя чувствую. Мне вообще не до этого. Он хоть красивый. Ой. Какая разница, лишь бы богатый. Камила, я прошу простить меня за то, что было вчера. Давай начнем все сначала. Так сказать, с чистого листа. Женя, ты очень предан к моей Жене. Не каждый помощник готов сесть за своего босса в тюрьму. Спасибо. Возможно, кроме при одномности, ты испытываешь к ней более сильные чувства. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаешь? Хороший костюм. Где брал? Да я не знаю, подавили. Восемь. Сколько? Восемь костюмов. Так что никто из вас не выиграл. Я так рада, что тебя отпустили. Если б ты знала, как я рад. Женя, приходи, нам нужно поговорить. Где ты был вчера? Где ты был, когда мне было плохо? А может, ты только говоришь о любви? Я не позволю своему ребенку считать отца преступником. Я не дам ей страдать из-за этого. Я не отступлю. Субтитры сделал DimaTorzok Дядя Женя! Ой, Мил, здорово. Вы идете увидеться с моей мамой, да? С мамой, да. А ты чего, одна? Где мама? Мама заболела. Она просто попала под дождь. Я иду ей покупать лекарства. А почему бабушка не пошла? Она на работе еще. Ничего, не боишься одна? Ну, раньше боялась, а сейчас нет. Ты же сходишь со мной? Схожу, схожу. Рюкзак бери. А это цветы мне или мамочке? Тебе. И сейчас я тебе сделаю компрессик, дам лекарства, и ты выздоровеешь. В аптеке сказали, что они не горькие. Кто разрешил тебе выходить на улицу одной? А я была не одна. Я была с дядей Женей. Он меня проводил и за лекарства заплатил. С дядей Женей? Да. Он сказал, что зайти не может, и поэтому попросил передать подарок. Вот, держи. А мне он цветы подарил. Какая же ты у меня уже взрослая. А эти сделай маме чайок, а? Хорошо. Алло. Привет, ты как? Нормально. Как ты? Ничего из больницы скоро выписывают. А почему ты не зашел? Что за цирк с телефоном? На работе не появляйся завтра. Жень, мы уже говорили на эту тему. Я тебя прошу на работе несколько дней не появляться. Если нас пытались убить из-за тебя, тебе вообще некоторое время лучше не появляться. Ясно? Я не отступлю. Тогда тебя убьют, а ребенок один будет расти. Этого хочешь? А если целью наводения был ты? А обо мне не беспокойся. О себе думай. Обещай мне быть осторожнее. Хорошо. Договорились. И в дом Кумачева завтра не на бой. Ирина, привет. 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 У тебя два дня не было, что-то случилось? Нет, я приболела просто. Кумачев дома? Уехал недавно. А тебе он зачем? Просто так. Она пришла и ищет Кумачеву. Алексей Борисович? Кумачеву. Если гора не идет к Магомету. Женя, на тебя напали, когда ты был вместе с сыном. Что тебя связывает с этой женщиной? А вы же знаете, из-за нее погиб мой отец. И что? Просто я не хотел видеть ее в вашем доме. Давай я буду решать, кто будет в моем доме, а кого не будет в моем доме. Ты меня понял? Да. Что ты вытворяешь, дурак? Если бы не Шокин, ты бы сейчас с ней вместе лежал убитый. А он... Он не знает, кто хотел меня убить и зачем? Вот он над этим сейчас как раз и работает. Хорошо же ты, Тамара, управляешь домом. Раз твоя горничная не выходит на работу по два дня. Ты почему до сих пор не уволила Инну? Что? Значит так. Слушайте меня внимательно. И если кто-нибудь ее тронет, будет иметь дело со мной. Понятно? Тебя это тоже касается, мигера. Проходи, проходи. Так, вот диванчик. Присела. Раз, два. Значит так. Первое. Помнишь вот ту книгу, которую ты мне приносила на подпись? Да. Отлично. А где она? Дома у меня. Значит так, выброси ее. Понятно? Я не могу. Ну что значит не могу? Я имею в виду книги не могу выбрасывать. Неправильно как-то. Нет, ну это да, конечно. С этим не поспоришь. Ладно, все равно их съедят мыши. Кстати, у тебя там дома много мышей. Вообще-то нет. Как нет? Ну, значит заведутся. Ну это же трущобы. Но в трущобах всегда много мышей. Это, а где вот эта вот сумка, ну, которую я тебе подарила? Ее украли. О боже. Ну и нравы у вас в этих трущобах. Вот стоило дарить, а? Простите. Да, да ладно. Все равно не прощу. Значит так. Сейчас, этого ты сегодня наказана. И целый день будешь ходить со мной. Договорились? Погоди. Я хочу с тобой поговорить. А у тебя же есть дети? Дочь. И ты готова ради нее на все? Да. Тогда ты понимаешь, что я чувствую, когда смотрю на своего сына? Я понимаю. Я была с тобой грубой и жестокой. Это все от того, что я хочу его защитить, сделать его счастливым. Не стоит на меня обижаться. Я не обижаюсь. Ну вот и славно. Теперь мы почти друзья. Ты напоминаешь меня много лет назад. Алексей Борисович, камеры наблюдения в парке зафиксировали нападение на Женю и Инну. Надо найти этих людей. Одного из них уже нашли. Сейчас допрашивают. И что он говорит, кто его послал? У меня в последнее время совершенно нет аппетита. Он здесь так готовит, просто пальчики оближешь. Миша. Миша, ты здесь раньше не бывал? Нет. Ребята, а что у вас происходит? Все нормально. Все в порядке. Алексей Борисович, у нас все хорошо. А зачем ты хотел убить Женю Ханженкова? Что? Что вы такое говорите? Твои люди, которых ты нанял, они уже во всем признались. Папа, что он сделал? Я не знаю, что ты слышал о Жене с Камилой, но это все давно в прошлом. Ты что, нанял людей, чтобы бить Женю? Ты вообще идиот! Успокойся, доченька. Он больше так не будет. Миша все понял. Да, Миш? Больше так не буду. Мне Ханженков нужен живой. Ты понял? А ты, доченька, не должна давать повод, чтобы твой муж тебя ревновал. Слушайте, давайте выпьем. Ваше здоровье. Да. Это Илья рассказал тебе про нас, с Женей. Да. Поэтому ты попытался убить Женю. Я ревновал. А я решил напасть на меня прошлой ночью. Камил, прости, я обезумил. Миша, это не оправдание. А я ведь почти тебя полюбила. Камил, я обещаю, я все исправлю, я люблю тебя. Да тебе надо к психиатру сходить. Камил. Не трогай меня, никогда. Понял? В ту ночь, когда Инна привела тебя к тебе, почему ты мне не позвонил? Тебе Инна рассказала? Почему ты пошел к ней и не позвонил мне? Потому что я должен был спрятаться в таком месте, где бы твой отец меня не нашел. А ты думаешь, это мой отец сделал? А кто? Ты болван. Женя, это сделал не мой отец, а мой муж. Да ладно. Черт. Прости. Похоже, ты пострадал из-за меня. Похоже. Нет. Нет, нет, нет. Да не подходит, это унеси давай. Ой. А вот это хорошо. Оно очень дорогое. Да ну и что. Дорогая моя я, не измеряй красоту деньгами. Ольга Алексеевна, если вы хотите купить мне одежду, то давайте пойдем в магазин попроще. А с чего ты взяла, что это тебе, а? Ну, просто у нас фигуры похожи, вот, примеряй. Я просто не хочу толкаться в этих примерочных. Хорошо. Так, девочки, так, девочки, быстрее, быстрее давайте. Ой, слушай, а померяй вот это, или вот это. м? Алло. Ты нашла то, что я просил? Я не могу. Кумачев видел, как я искала в его библиотеке. Ты должна найти книгу с шифром. Книга? Долго объяснять. У тебя мало времени. Найди ее, пока Кумачев еще хоть что-то соображает. Что вы имеете в виду? Не задавай лишних вопросов. Это не пойдет на пользу ни тебе, ни твоей дочери. очень хорошо, да. Даже на такой простушке, как ты. На вас будет просто божественнее. Ой, слушай, да я без тебя знаю. Значит так, это берем, это... Все берем. Пенеси. Ты посмотри, какая оправа. Это же винтаж. Нравится? Я не знаю. Я ничего в этом не понимаю. Зато я. Понимаю. Понимаешь, у тебя в них хотя бы будет вид не такой глупый. Ага. Ну, что стоим, а? Упаковываем. Значит, это сделано ушками. Да. Это хорошо, если бы ночью хотел нас убить, мы бы давно уже с тобой были. Но том свете, я тебя прошу, будь аккуратнее. Делай вид, что исполняешь поручение, а сама время тяни. Что мне это даст? Я попробую выяснить, кто тебе звонит. я записала наш с ним последний разговор. Хорошо. Может, помочь. Мушка милая. Он знает, что вы собирались пожениться? Угу. Я ему все рассказал. Жень, она тебя очень любит. Ей больно даже смотреть на то, как мы общаемся, поэтому я не хочу создавать лишних проблем. Давай, я попробую решить все сошли. Слушай, у тебя вообще не было бы никаких проблем, если ты не жила в этом доме. Может быть, тогда бы они оставили в покое тебя и ее? А если нет, пожалуйста, позволь мне решить все саму. Ты нашла то, что я просил? Я не могу. Кумачев видел, как я искала в его библиотеке. Ты должна найти книгу с шифром. Книга? Долго объяснять. У тебя мало времени. Найди ее, пока Кумачеви еще хоть что-то соображает. Ну, как? Голос был изменен. Обработан компьютерной программой. Убрать сможешь? Да. Но мне нужна время. Хорошо. Не задавай лишних вопросов. Это не пойдет на пользу ни тебе, ни твоей дочери. что с твоими руками? Простите. Ой, ой, сестричка. Ты что, нельзя быть такой высокомерной? Она же твоя подруга. Кажется, кто там совсем зазнался. Да обе вы хороши. С набизом родственнички это так скучно. А она никогда не была моей подругой. Так, общались. Она мне не ровня. Отец, ты почему не ешь? Аппетита нет. Аппетита нет. Так. Значит, вот. Возьми. Отнесешь отцу, он не поужинал из-за них. Так, сидеть. Тсс. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Вот. Ты что? А ну, посмотри на меня. Нет, ничего такого. Вот. Вот. Шшш. Да ну зачем это? А за тем, что я так хочу. Ну, чтобы ты не выглядела как прислуга, понимаешь? Так, ну все, давай, давай, иди к отцу. Ну, вперед. Это что? Это бутерброды. Может быть, приготовить сырники? Нет, я хочу бутерброды. Я собрал сумку и ушел из дома. Все. Леша. Вера, я тебя люблю. Мне надоело работать на дядю. Мне надоело зарабатывать деньги, 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 деньги. Я просто тебя люблю и хочу жить с тобой. Леша, забирай сумку и уходи. Вера. Если твоя жена узнает, нас уничтожат. Обоих. Вера. Вера. Ты не представляешься, ведь чем мне приходится заниматься. Вера. Я скупаю предприятия, банкручу, а потом продаю их по частям. Я уничтожаю эту страну. Меня надо убить. Если я умру, всем станет только легче. Мы уедем, а нас никто не найдет. Ты накличешь на нас беду. Вера. Почему ты молчишь? Я пойду. Подожди. Я не могу без тебя. А ты можешь? Подожди. Вера. О чем ты разговаривала с моим отцом? Что? Зачем ты одела очки и шарф и пришла к моему отцу? Да ты чего, а? Ну, это я купила ей очки. Ну, что вы там такого? Зачем шум поднимать? Да потому что она сводит оса с ума. Она специально притворяется моей мамой. А мне кажется, она просто хочет выманить его деньги. Что еще взять с уголовниц? Это неправда. у тебя есть счет банковский? Да. Покажи мне свой счет. Зачем? Потому что я кое-что подозреваю. Что тебе нужно от моего отца. Давай, давай, показывай. Вводи пароль. Вот. Вчера пришло 20 миллионов. Смотри, посмотри. Вот ты и попалась, дрянь. Смотри, посмотри. Води. Смотри. 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok